за существование Европы, исходящая от России. Слушайте, ну это смешно слушать любому человеку, который хоть две страницы прочел из истории. За последние 200 лет Запад 4 раза вторгался в пределы России. Будь то Российская империя, Наполеон и Крымская война, или Советский Союз, интервенция во время гражданской войны. Ну и, конечно, вот это гигантское вторжение, победу на котором мы будем праздновать через два дня. И Россия всегда приходила в Европу после этого, как ответ на агрессию. Что, всего четыре? Или это четыре основных? И Гитлер это тоже Запад? Мне просто вот интересно, как Карен считал. Математика мне интересна. Я же не спорю, я просто-просто интересно. Нацисты это тоже представители Запада? Или он считал по принципу, откуда заходили? Так с Востока тоже вроде как заходили неоднократно. Вот все как-то сложно с идеологией в нынешней России. Все как-то непонятно. В СССР все было просто. Земля рабочим, фабрика крестьянам, власть коммунистам стоила беспартийным. Да, все ясно, хорошо, понятно. Они капиталисты плохо, мы коммунисты хорошо. Идти дохнуть за светлое будущее, в котором не будет богатых и все будут бедными. А, бру, стоп, подождите, последнее не пишите, не надо. А в путинской России с идеологией туго. Какая-то сова, зачем-то глобус. Поэтому и не находит эта сова на глобусе отклика, что называется, в сердцах. Вообще колоссальное отчуждение между обществом и политической системой, которую выстроил Путин. Все знают, что мы эту власть не выбираем. Все знают, что наше мнение не имеет никакого значения. Все знают, что ты интересуешь власть только в качестве дойной коровы, либо дармовой рабочей силы, либо пушечного мяса, либо источник голосов, который идет и голосует за того, за кого надо. А если не попробуешь проголосовать за того, за кого не надо, ну так известно, что с ними происходит. Навального только что убили. Поэтому ощущение, что это моя страна, оно на картинке существует. Флагом помахать, но не более того. Нет, с таким настроением мировую войну с Западом не выиграешь. На улицах по праздникам флажком помахать, да. А пойти добровольно и сдохнуть с разорванным и впиведроном брюхом где-то в степях Украины без денег нет. А даже за деньги. Мы же с вами уже обсуждали, что не на пустом месте регионы поднимают выплаты за подписание контракта на войну, да. Меньше предложения на рынке крупного солдатского скота, выше цена за голову. Обратная связь. Если цена высокая, значит товар либо уникальный, либо дефицитный. Про уникальность российского орка пусть вам Рудольфович восторженно со слезой в дрожащем голосе рассказывает. Я все-таки больше верю в недостаток. А значит снова для Украины открывается окно возможностей. При более вменяемых настроениях среди наших партнеров, которые еще более трезво, по-моему, начинают смотреть на ситуацию. Очевидно, есть понимание со стороны наших партнеров, что сейчас идти на какие-то договоренности не имеет смысла. Во-первых, они не будут выполняться. Это раз. Во-вторых, у Украины сейчас слабая позиция. И поэтому о никаком справедливом мире или в целом устойчивом мире лечь сейчас абсолютно не идем. То есть это все будет исключительно передышкой, о которой воспользуется Российская Федерация, имея те мощности, которые у них есть, и, скажем, будут новые итоги агрессии. То есть то, что у них уже есть это понимание, это хорошо. Поэтому они сейчас рассматривают более долгосрочный план поддержки Украины, ну и, соответственно, под этот план выделение всего необходимого для того, чтобы мы как минимум улучшили свою переговорную позицию. Это не является плохим, это плюс, скорее, нежели минус. Чем просто говорить о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Но сколько нужно для чего? Для того, чтобы мы просто сохранили свою государственность. Один подход. Для того, чтобы мы увеличивали цену агрессии Российской Федерации и рано или поздно пришли к той точке, когда Российская Федерация будет понимать, что продолжение агрессии несет ей значительные риски глобального характера. Это другой подход. Пока мне видится, скорее всего, они хотят прийти как минимум к этому. То есть поддержать Украину, чтобы остановить, чтобы мы могли перехватить, скажем, инициативу. Ну а дальше это уже будет зависеть от многих других, скажем, факторов. Но уже после этого говорить о том, чтобы кто-то с кем-то чего-то договаривался. Кстати, перехватывать инициативу ведь можно по-разному. Дроны по НПЗ, по нефтехранилищам, нет бензина на заправках, много сырой нефти на мировом рынке. А Крымский мост, вон, тоскливый генерал Бужинский что-то снова ноет по поводу Крымского моста. Там аэродромы, системы ПВО, Крымский мост. Цели, они, собственно, понятны. Но американцы считают, что у Украины только два месяца. Они взяли, провели анализ на примене своих снарядов «Эскалибр», что России для того, чтобы, так сказать, найти ключ и сбивать эти ракеты для наших средств РЭП, необходимо два месяца. Поэтому у Украины вот есть два месяца для того, чтобы, так сказать, с наибольшей эффективностью использовать вот эти ракеты. Я обожаю их альтернативное течение времени пропагандонское. Когда был нанесен первый удар ракетами «Шторм Шэдоу»? Явно больше двух месяцев назад. А чё ж до сих пор? Они не просто по Крыму, а вот прям по системам ПВО прилетают. Если всего два месяца нужно славным российским ПВО и РЭПам, чтобы все эти «Скальпы», «Штормы» и «Атакамсы», как там Владимир Владимирович говорил. Их, наша система ПВО щелкает как орехи. Щелкает как орехи. Щелкает как орехи. Щелкает как орехи. Вот, да, точно. Вот как семечки щелкает. Чё-то не срастается на таймлайне с РЭПами и ПВО. «Шторм Шэдоу» уже, ну сколько, ну полгода прилетают, а РЭПы и ПВО, всё их никак не могут пристроиться к ним. А Крымский мост — это цель зачётная. Пусть и говорят, что уже вроде как и ценности военные не имеет. С этим тоже, кстати, на самом деле не всё так однозначно. Но даже если так, Крымский мост — это не просто мост. Падение этого моста привело бы, конечно, произвело бы большое впечатление на общество. Но именно не в плане сплочённости. Сплочённость россиянам сейчас совсем, совсем не свойственна. А в плане спасать всех, кто может. Это символ, это символ пропагандистский и символ вообще русской весны, Крым наш и всё прочее, прочее. Счастливых отпусков, которых больше не будет никогда. Вот если раздобать-то как следует, то это крушение надежд, это крушение надежд, и это совсем не сплочённость. Это вот АТАС. И вот тут я уже сталкивался с разными мнениями. Есть мнение, что падение Крымского моста, наоборот, вызовет в российском народе то самое «вставай, страна!» и упавшее вместе с пролётами моста надежды типа подтолкнут россиян в военкоматы. Насколько это правда, я не знаю. Потому что есть и вот такое вот мнение. Конечно же, сидит сейчас вот это вот понимание, да нахрена нам сдались эти там Донбасс, этот Крым, Севастополь. Ну, то есть, потому что это как бы клёво всё, если это всё в виде бесплатного приложения, так сказать. Да. Но когда за это надо проливать кровь, подвергаться санкциям, рисковать репрессиями, понимаете, ведь следствием всего этого самого безумия, которое творит Россия сейчас в мире, в Украине, является и резко возросшая степень безумия внутри самой страны, когда сами элиты себя перестают чувствовать спокойно. Потому что для того, чтобы подавить недовольство, для того, чтобы консолидироваться против внешних врагов, всегда нужно давать огромные полномочия силовикам. Ну, такая силовики же, известно, так сказать, как вот гиены своих детей пожирают, они своих сородичей, так сказать, вот точно так же и эти действуют, они сожрут всех, включая всех этих патриотов, патриотов, так сказать, да, и жрут, вот Тимур Иванов уже знает, спросите его, так сказать, вот, и поэтому им всем это некомфортно, и это терпеть, рискуешь всем вообще, рискуешь, что тебя то ли в ГАГу поставить, и ты там будешь сидеть, то ли тебя здесь ФСБ поставить, и ты будешь здесь в Бутырке сидеть. Вот разница между Бутыркой и ГАГой. Класс. Понимаете, особенно, ведь обидно-то таким, как Тимур Иванов, у которых вообще все хорошо, им ты сидеть вообще не хочешь, никому не хочется сидеть, а тут, одно дело, когда ты сел из, ты до этого жил в хрущебе, а потом в камеру переехал, ну, туда-сюда. А когда ты жил в особняке Булгаковском, да, или снимал вилы в Ницин на Лазурке там, в Энтропе, ну, так переезжать в камеру, ну, это совсем обидно. Вот, и поэтому, и все это ради того, чтобы, блин, какие-то там придурки, значит, совсем вот чокнутые уже там ходили, со словами, Крым, нах, Севастополь, русский город, блин. Понимаете? Поэтому, вот, подспудно, действительно, в бессознательном у всех сидит вот это, что, да заберите вы своих, с Крым, этот чертовый мэпер. И я понимаю, что в мире, в котором настоящих буйных мало, ну, в том смысле, что в России, идейных раз-два и обчелся, в том числе и по поводу личной верности Путину, не страха, а именно личной верности, принадлежность какого-то полуострова, на который они все равно не поедут. А чаша гордости за его приобретение, она уже испита и даже высохла, да, с характерными следами на стенках. Вот этот, даба не худок, этот полуостров. И мост этот, даба не худок. И это я сейчас говорил о простом народе, а с элитами, мне кажется, там еще проще. Они сами, вот не на уровне публичной коммуникации, а на уровне подсознания, постоянных разговоров с собой, вертели этот Крым на нефритовом стержне. Они-то и Россию на нем вертели по большому счету, а уж Крым так точно. И Крымский мост. Россия им цена тем, что они в ней деньги зарабатывают. Ну и березки, конечно. Ну и кто такой, березки можно где угодно найти или посадить. А Крым-то им чем ценен? Вот и прорывается время от времени, особенно когда спешат то самое подсознание. Бить по территории России ракетами нельзя, хотя ими уже били по Крыму. Значит, Крым что? Для Запада нормальная позиция, что есть различия между оккупированными территориями и между обычной территорией, ну, признанной международным правом, территорией Российской Федерации. А россияне, юридически, конечно, вот для них Крым тоже, с их точки зрения, Крым это территория Российской Федерации. Ну а сейчас, когда они сделали такое заявление, они сами действительно фактически признают, что есть разница между нормальной международно признанной территорией Российской Федерации и теми территориями, которые не оккупировали. То есть они сами это признали. Ну хорошо, а там еще одно последствие этой ситуации, когда даже чисто дипломатически, информационно-политически, россияне сами, может быть, не думая об этом, оказались в такой вот ловушке. Знаете, как говорят, да, оговорочка по Фрейду. Вот так МИД РФ придумал новый термин оговорочка по Крыму. И, кстати, по поводу элит, А особенно тех, которые, как Тимур Иванов, привыкли жить в системе координат чистый переулок Сан-Тропе и Стринский район. Помните, мы обсуждали, причем относительно недавно, что рано или поздно российские военные дождутся, когда по их душу придет НКВД. Ну, то есть ФСБ, но, слушайте, какая разница, да? И что поедут они из своих теплых и уютных, в основном, роскошных домов прямо в пижамах, на тюрьму. Просто потому, что рано или поздно придет их время. И что, может, лучше уже сейчас развернуть там свой полк, дивизию, военный округ в сторону Москвы и нахрен вынести этого пляшивого таракана. Ну, так вот, ребят, праздник приближается. И то, что сейчас выносят жирных котов в доме на Фрунзенской набережной, это только начало. Следующими пойдут командующие округами, потом командующие дивизиями. Так что, учитесь писать поломанными пальцами кривыми буквами. Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка. Пока коммунисты в Барнауле, помните, вызывают дух Сталина, военные могут вызвать дух Тухачевского. Он расскажет. Три маршала, девятнадцать командармов, пятьдесят восемь комкоров, сто двадцать два комдива, двести один комбриг. И каждый искренне верил, что его-то за что. Думайте, товарищи офицеры, думайте, голова у вас не только для того, чтобы фуражку носить или кепку полевую, расцветка цифра. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.